приветствую вас друзья в игре fallout 76 с вами снова роман наступил новый день и пора вставать это видео гайд которое я назвал лучшее место для лагеря но несмотря на пафосное название что значит лучшее место для лагеря я продемонстрирую место на карте где я расположил свой лагерь сейчас поставил я его таким образом что у меня сейчас работают на поверхности два экстрактора добывают два вида руды свинцовую руду и кислоту дело в том что можно бегать по карте самостоятельно добывать руками эту руду либо ходить шахты но благодаря раскопочной брони это можно сделать быстро и набрать руду в больших количествах но в игре также вы есть возможность устанавливать экстракторы которые без вас сами добывают из месторождений нужную вам руду такие места на карте в опалачи есть очень сложно найти место где бы находилась два месторождения что вы могли поставить одновременно два экстрактора потому что радиус действия вашего лагеря не очень большой и очень редко встречаются места где вот эти два месторождения руды находятся рядом друг с другом кроме того есть разные виды руды так вот на карте есть несколько мест где два месторождения разного вида руды рядышком но вопрос в том какой вид руды наиболее нужный мне вид руды это свинец и кислота ну во-первых кислота нужна для плавки абсолютно любой руды и вот видите буду я переплавлять любую руду и везде нужна кислота поэтому я когда искал на карте месторождения я хотел в первую очередь найти именно месторождение кислоты плюс также мне нужна свинцовая руда для того чтобы делать патроны ну в частности на мой дробовик вот видите для создания патронов нужен свинец ну почти на все патроны нужен видите свинец сталь со сталью проблем нет потому что при разборе всего подряд стали выпадает в огромных количествах а вот со свинцом могут возникнуть проблем плюс также для создания пороха сейчас я найду где-то это было для создания пороха по моему тоже нужен свинец ну ладно сейчас не найду где порох крафтится где-то видел ну ладно там тоже нужен свинец так вот я прошерстил всю карту в описании к этому видео я предоставлю видеоролик ссылку на интерактивную карту в интернете которая есть там можно посмотреть ну много там что можно посмотреть в том числе и месторождение руды для установки x как экстрактор так вот прошерстил я всю карту чтобы найти место где есть месторождение для установки экстрактора одновременно и кислоты и свинца и единственное место на всей карте я нашел вот показываю где это вот мое убежище 39 на юго-востоке вот где надпись west virginia вот здесь вот вот в этом самом месте ну более детально покажу вот здесь находится разлом и вот северо-западнее вот здесь вот у подножия горы находится место где поставил свой лагерь повторюсь что я всю карту прошерстил и нигде больше не нашел такого места где бы рядышком был месторождение свинца и кислоты может быть где-то оно и есть но я просто не нашел искал по интерактивной карте есть месторождение где рядышком разные виды руды там алюминий медь но вот именно свинец и кислота это вот единственное место вот здесь значит сейчас продемонстрирую где они стоят у меня два экстрактора да и сложно было здесь поставить лагерь почему потому что одно месторождение не наверху а второе внизу в пещере но месторождение свинца найти было не сложно но вот здесь вот вот под этим экстрактором да тоже заранее отвечу на вопрос иногда бывает так что вы хотите создать экстрактор открываете раздел в которых он находится находится он в разделе ресурсы вот вот здесь находится он вот в разделе ресурсы а тут вот этих экстракторов у вас нет я обратил внимание что они появляются исключительно тогда когда ваш лагерь установлен так что он захватывает одну из зону месторождение если этой зоны нет то вот эти вот экстракторы здесь просто не отображаются стоит вам поставить лагерь рядом с месторождением и у вас появится вот у меня в данном случае появился экстрактор кислоты и экстрактор минералов свинец добывает вот вот такие два экстрактора требует как вы видите 10 единиц электроэнергии нужно их запитывать так вот свинец находится вот здесь что у меня повредился здесь мутафрукт здесь кстати удобно бегать вот там вот еще свинец но уже такие жилы которые вы руками забираете здесь вот насколько я помню алюминиевые жилы но их уже собрал вот они или медные или алюминиевые и внизу еще тоже алюминиевые так вот он экстрактор у меня стоит видите работает к сожалению есть у них у экстракторов лимит предел до того момента как они соберут минералов в данном случае у свинца 14 единиц видите он собрал и все больше он не собирает них нужно взять вот я взял 14 единиц руды все теперь он дальше будет собирать да рекомендую конечно же их запирать он у меня заперт видите замок третьего уровня повесил чтобы игроки не воровали хотя конечно при желании любой игрок может взломать соответствующим навыкам и забрать вашу руду ну кто-то забирает кто-то не забирает но в любом случае лучше запирать так вот здесь у меня свинец добывается не покажу где добывается кислота здесь пришлось поставить вот такую лестницу вниз потому что месторождение кислоты внизу находится в пещере да и здесь в этом месте проблема была с установкой вот этого вот устройства ну собственно где с размещается лагерь проблема была в том что если вы вот это устройство размещаете наверху то внизу вы не можете строить и наоборот если вы вот это предмет вот это устройство размещаете внизу внизу можете строить наверху ним не можете поэтому вот его нужно размещать размещать вот тут посередине видите его разместил вот у меня на скале стоит так чтобы он и не захватывал и вверх но здесь на середине спускаемся и внизу но этот посадил небольшой огород да хочу показать где тут у меня месторождение кислоты на перед этим еще вот здесь где-то тоже руда у меня ну я его так руками уже не собираю вот она здесь алюминиевая жизнь можно собирать но с алюминиевым ломом проблем тоже не бывает разбираете предметы вот со свинцом бывает напряг и с кислотой тоже хотя если в шахту мононга ходить регулярно там этих убиваете монстров там кислота с костей падает так вот смотрите здесь такая пещера ну вот как не знаю показать здесь такая большая ель стоит вот и напротив этой ели здесь вот пещеры я не сразу ее нашел вот она пещера это уже я построил здесь ну тоже так застроил пещеру и дверь поставил ведь замок третьего уровня ну так чтоб тоже не заходили лишние люди два генератора каждый по 5 единиц электроэнергии вырабатывает и вот экстрактор по добыче кислоты у него лимит к сожалению не 14 уже меньше 10 10 единиц вот я сейчас забрал 10 единиц кислоты еще он снова продолжает добывать с какой скорость сюда бывает ну сказать не могу не мерил ну каждый раз когда прилетаю в свой лагерь забегаю сюда забираю кислоту ну не знаю 10 единиц кислоты он где-то за полчаса наверно набирает вот здесь вот видите в пещере больше ничего нет такая пещера и вот здесь вот месторождение кислоты стоит экстракт вот таким образом вы ставите лагерь два экстрактора один добывает свинец 2 добывает кислоту ну и не надо вам уже заморачиваться с рудными живыми прибегаете домой раз на разбор вещей там что-нибудь такое делать и у вас всегда есть свинец и кислота ну вот пока я тут бегал сколько добылась вот видите две единицы свинцового лома собрал так что удобное место ну и дом то тоже так и здесь расположил у меня как бы висит виды отсюда такие прекрасные открываются можно далеко смотреть еще удобно место почему недалеко станция куда можно телепортироваться на разбор вещей на продажу здесь рядышком и здесь также находится рядом разлом ультрацитовая руда бегать смотреть так что вот такое место недалеко от опоры лагеря поселенцев рядом с разломом так что рекомендую кому нужна кислота кому нужен свинец вот такое вот место повторюсь прошерстил всю карту и по моему это единственное место на всей карте где поставив лагерь вы одновременно сможете добывать и свинцовую руду и кислоту ну и для тех кто играет fallout 76 тоже заходите если увидите в этом месте мой лагерь убежище 39 забегайте смотрите что я тут продаю продаю большое количество схем да еще есть один момент я забыл сказать что место это довольно таки популярное и может случиться так что вы заходите в игру и вам пишут что невозможно разместить лагерь потому что на этом месте уже стоит лагерь другого игрока но в этом ничего страшного не пугайтесь выходите в главное меню заходите в новый мир если снова занят снова такую процедуру проделываете и рано или поздно вы зайдете в тот мир где место свободное и ваш лагерь появится так что вот так вот благодарю за внимание и не пропускайте наших сами приключений проходим сюжетную линию братства стали но другие квесты от смотрительницы так что не пропускайте все с вами был роман и лучшее место для вашего лагеря в аппалаче всем пока и как обычно удачи в аппалаче